Ну что ж, друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами на обзоре игрушка Вальхейм. Вышла она недавно, я думаю многие о ней уже знают, и она мне очень сильно заинтересовала, по крайней мере тем, что там можно строиться, там огромный открытый мир, прямо огроменный, как рассказывают, по крайней мере. И, самое главное, там куча всяких интересных боссов. Не, ладно, не куча, но они очень интересны, да, вот. Мне больше интересно, во-первых, строительство, а во-вторых, как там все сделано в плане открытого мира. Именно вот эти красоты все, вот я по картинкам смотрел, там так красиво, скорее всего. Сегодня мы с вами посмотрим, если игрушка понравится, обязательно пишите в комментариях, проходить мне ее или нет. Завтра выйдет еще одна игра, новенькая тоже, и уже будем смотреть, во что мы будем с вами играть и проходить. Погнали! Начинаем новую игру, а это не важно, это я удаляю. Создаем нового персонажа. Графика здесь, кстати, говорю сразу, она такая немножко пиксельная, не знаю с чем это связано, но разработчики специально это, скорее всего, сделали. Непонятно зачем, но в принципе, это особо картину на деле-то и не портит. Возможно даже какую-то вишенку и добавляет. Цвет кожи, давайте оставим средний, что нам менять? Прическа. Ну, прическу я бы какую-нибудь... Я люблю косички. Не, не такие. Это что вообще? Что это, бля? Ладно, окей. Так, нет. Нет. Ладно, косичка, да косичка. Где она? Что? Я имею в виду. И какой она мне нравится. А, их тут целая куча. Я думал, это все, только такие там. Во! Давайте вот эту возьмем. Вот такие вот косички люблю. Борода. Ну, нихуя ее там. Ну-ка. Вжух. Прикое. Не, можно какую-нибудь там, не знаю, щетинку такую небольшую. Судя по всему, это опять же какая-то тема, связанная с викингами, вот с вальгалой, вот эта вся вот штука. Поэтому мы должны прямо создать настоящего викинга. А это последняя. Ну, так давайте ее и возьмем, мне она нравится. Цвет волос. Я люблю белый. Можно иметь белый цвет волос? Нет. Ну, и ладно, в принципе. А, во, можно, кажется. Во! Да, давайте вот так оставим. Э-э-э... А тут нельзя. Ладно, понял. Так, залево. Готов наш залево. Погнали. Начать. Это мы удаляем. Это я тоже создавал чисто для теста. Новый мир создаем. Введите имя. Мой мир. Как логично, да. Зерно готово. Вся фигня. Это ясно. Тут еще есть по сетевой можно играть. И это, наверное, будет очень интересно. Возможно, в будущем когда-нибудь с кем-нибудь поиграю. Если игра будет очень, так сказать, интересной. Сервах запускать не будем. Погнали. Начинаем. Ой, как я обожаю строительство. Особенно выживалки вот в таких вот мирах. Я думаю, это будет шикарно. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Потому что я посмотрел одно буквально видео. Почитал в интернете про эту игру. И все ее хвалят. Все говорят, что она очень интересна. Очень увлекательна. И затягивает. И вот затягивает, это самое главное. Потому что мы пока не знаем, во что мы еще будем играть в ближайшее время. И если это нас затянет, то это будет шикарно на самом-то деле. Так что будем верить, так сказать. Загрузка идет пиздически долго. И я уже не знаю, что говорить, поэтому да. Да, да, да. О, все, спасибо. Давным-давно всеотец Один объявил, объединил миры. Он поверх своих врагов и заточил их в Десятый мир. Затем он обрубил ветви, которые соединяли эту тюрьму с мировым древом. И оставил ее драйфовать в изгнании. На протяжении веков этот мир пребывал в спячке. Но он не исчез. Покатали льди... Льды? Возникали и исчезали царства Десятого мира без присмотра богов. Когда Один услышал, что его враги вновь набирают силу, окинул он взглядом Мидгард. И послал своих валькирии отыскать в нем величайших воинов. Мертвые, они возгодятся вновь. Ну, в общем-то, да. Как обычно, там, да, бог что-то устроил. А там, как бы, вот за него вот это вот все, как бы, да, исправлять. Ну, понятно, ясно. Ну, конечно. Ну, кто, если не мы? Ну, естественно, да. Да, ну, да. Несет нас какая-то птица. Это выглядит странно. По крайней мере, выглядит странно то, как она меня держит. Мне кажется, мне проткнули... Да, он мне вводит сердце проткнулось. И грудь, точнее. Да, вроде так и есть. Ладно, надеюсь, мне не больно. Тут еще есть целая куча навыков. Я вот видос там смотрел какой-то. И там просто ты прыгаешь, и навык прыжок прокачан. И я такой, типа, а, что? А так можно было, да? Душ идет какой-то противный. Давайте сразу проверим. Такой прыгаешь, да? Опа! Навык улучшен прыжок. Замечательно. Так, мне нужно пообщаться с птичкой. Хуген. Привет. Я Хуген постан сюда, чтобы сопровождать вас в ваших путешествиях. Мегалиты, окружающие вас, это жертвенные камни. Они олицетворяют павших, которые вы должны убить, чтобы попасть в Альгалу. Спасибо, блять. Вот эти вот цепи, или кто? Раз, два, три, четыре, пять боссов. Да? Три, четыре, пять боссов. И вот этот камушек. Так. Че скажешь? Это камень Вегвизир. Вегвизир и Вегвизир. Один повсюду разбросал... Один повсюду разбросал эти магические камни в качестве указателей на пути к павшим. Если присмотреться, этот камень откроет место призыва Эйктюра, вашей первой жертвы. Блять. Мне кажется, это я жертва, ну да ладно. Вам нужно хорошо вооружиться, прежде чем пытаться победить его. Это магическое чудовище. Окей. Ой, там здание какое-то вижу. Все? Сыбался? Вау. Ебать, я это не видел. Такой, смотришь на небо, вроде, вот так вот смотрел, и все нормально. Чуть-чуть буквально вверх поднял, ну как, чуть-чуть нормально. Что это? Какое-то огромное дерево. Так, ну надо активировать, наверное, его. А. Вот первый босс, это вот этот актер, судя по всему. Но, судя по всему, еще раз скажу. Что это? Нам туда лучше пока что не идти. Прочитать. Его рога, его рога словно ветви железа, а не камни и горы крушат. Копыто его словно гром, голос его воющий шторм. Окей, это какие-то стихи про этих боссов. Ветка, поднять. Новые предметы. Так, у меня есть инвентарь какой-нибудь? На тап? Да. Птица опять. Опять что-то хочешь. Холчевая туника. Ничего здесь не делать? А где мой этот персонаж инвентаря? Есть какой-нибудь? Как таковой? Нет. На м-карта, это логично. Ладно, пойдем с птичкой пообщаемся. Приверьте свой инвентарь, большинство предметов необходимо создавать. Так как вы только недавно покинули Мидгард, вам придется вспоминать истинную форму вещей. Просто собирайте все предметы, и я уверен, что вы все вспомните. Мой младший брат Муни сказал мне, что можно сделать каменный топор из древесины и камня. Да, 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 погнали. Так, камушек. Замечательно, можно сделать каменный топор, скорее всего. Я надеюсь, пока. Ой, надо побольше. Ну, пойдемте пока, наверное. Вот всю еще сейчас схватку забегаем. Карта тут просто огроменная. Вот это, я так полагаю, вся карта. И она просто наипиздрически. Учитывая, что мы вот такой вот маленький человечек, она просто огромная. И это, это, это радует на самом-то деле. Это, я так полагаю, нам будет добывать. Тогда пойдемте дальше пока что. Ну, сейчас собирать камушки, ветки. И, в принципе, думаю, мы накопим потихонечку с вами на топорчик. Так, веточку еще. О, сколько камней. О, так мы шикуем, вау. Все, камни нам уже хватает. Это что за хуйня-то? Пойдемте-ка отсюда. Так, намного бегала лучше. Она отстала от меня? Блядь, нет, она не отстала от меня. Ты что надо, отъявись. О, веточка. О, камушек. А так у нас прям на спавне тут все было. Отстал? Да иди нахуй. Меня какой-то черт преследует. Так, ну мы качаем скиллы, зато пока бережим от него. Он отстал вроде, нет? Ладно, пойдемте пока вперед. Потихонечку. Будем собирать такие веточки. Фризы какие-то небольшие, но это, наверное, из того, что карта прогружается. Надеюсь, по крайней мере, что это из-за этого, а не из-за чего-то похуже. Не может же эта игра у меня не идти. Так, тихо, там еще один. Давайте-ка мы с вами когда-нибудь пойдем сюда. Так. Что нам нужно? Нам нужно сейчас скрафтить топор. Для начала занавить тот, человек не гонится. Нет. Замечательно. Да, это, видимо, карта прогружается. Из-за этого такие мини-фризы появляются. Давайте скрафтим с вами топор. Сразу же. Дубину. Во, дубина тоже нужна. Для этого нужно немножко веток. Но сейчас по пути, наверное, еще добудем. Вот, одну вижу. Так, я кого-то слышал. О, это еда? Еда мне нужна, я думаю, на первое время. О! Олень какой-то. О, подождите, там еще. Сорока. Ну, погоди, да, еще еду соберу. Я думаю, она мне очень понадобится на ближайшее время. Пока что. Слева снизу вы можете заметить, что у нас есть голод, есть хпшки. И еще какие-то три слота квадратики. Не знаю, что это, но в будущем, так полагаем, мы определим нужны. Так. Лакомый кусочек. Вы нашли, чем перекусить. Поешьте скорее, чтобы улучшить свое здоровье и выносливость. Помните, что вскоре вы снова проголодаетесь. Поэтому старайтесь всегда иметь на готове хотя бы пару разных блюд. Кустики везде шумят, мне стрёмно становится. Так, поесть. На правую кнопку мыша. А, это, видимо, то, чем у нас забит желудок с вами, да? Малина, больше не съесть. Хп, кстати, увеличивается, да? Максимум не 25. Все-таки. Окейушки. Вижу какую-то полянку. Может, мы там с вами и построимся? Пойдемте посмотрим. Только сначала, наверное, я скрафчу себе дубину. Тут очень много веток было. Так, факел давайте куда-нибудь на восьмерку вообще уберу. Что нам еще нужно? Нужен молот. Опять же, палок не хватает. Ко мне у нас куча. Сколько у нас вообще ко мне? Семь штук. Да, у нас их куча. Так, окей. Какая-то поляночка. Давайте глянем, что у нас тут. Так. Ну, она какая-то неровная. Слишком нет. Мы здесь определенно жить не будем, к сожалению. Потихонечку собираем. Еды тоже нужно побольше собрать. Может, попытаться убить? Опа. Там этот черт. Нет, давайте пока не будем рисковать. Пойдем с вами дальше. Я видел видео, которое я смотрел. Можно выйти... О, одуванчик. Давайте возьмем. Можно выйти на каком-нибудь берег реки или там моря. Я не знаю, что это. Но, в общем-то, я бы жил гейм там. Так как я смотрел по скриншотам, там можно будет, видимо, найти лодки или строить их. Одно из двух. И, в принципе, я бы построил себе какой-нибудь городок. Мини-городок с причалом. Было бы неплохо. Было бы очень неплохо. Так, это животина. Ягодки собираем потихонечку. Нам еды, я думаю, уже надолго, на самом деле, хватит. Я столько собрал, что, в принципе, мне кажется, что она нам больше вообще не понадобится в ближайшее время. Надеюсь, по крайней мере, на этом. Так, ну погнали. Чего? Мы куда-то идем? И мы, кстати, все ближе и ближе. Смотрите. Я думал, он так бы вечно будет. А мы все ближе и ближе к центру вот этой штуки. Она раньше не была вообще видна. Так, еще какая-то полянка уже более ровная. Давайте ее, наверное, запомним. А ты что ее запоминаете? Так, помним. Так. Капец, здесь камни. Нам нужно вообще столько, как думаете? А, один Е. Один раз надо Е нажать, и я только дважды нажимал постоянно. А, надо просто ближе подойти, чтобы подобрать. Е-мое. Понял. Вопросов не имею. Так, все, камней нам более чем предостаточно. Пойдемте, наверное, вот в ту сторону. Сейчас мы с вами, во-первых, давайте скрафтим молот. Да? Замечательно. Это все, что мы пока что можем скрафтить. У нас появилось что-то новое там. А, я кусть придумал, как-то мопа. Это что? Ну давай, рассказывай. Вы создали молот с помощью этого инструмента, вы можете возводить надежные помещения и высокие укрепления. Начните со строительства верстака, который позволит вам создать другие объекты. А, вот почему мне больше ничего не доступно, хотя мне там показывали, типа, ой, у тебя вот это вот открылось, вот это. Но ты ничего не можешь делать, так что, ну, иди как бы гуляй. Понятно, понятно. Ну, я понял, хорошо. Потихонечку собираем ягодки. Так, что там у нас? Решила в другую сторону немножко пойти, потому что, мне кажется, туда мы будем до бесконечности идти. Может, если пойдем в другую сторону, то там найдем какую-то речушку или что-то хотя бы похожее на море. Не знаю. Озера, хочешь что-нибудь, пожалуйста. Опять вижу какое-то поле огромное. Ну, пойдемте. О, избушку вижу. В всякий случай дубину в руку возьму. И бежать не буду, чтобы стамину восстанавливать. Че у нас тут? А, так тут ничего нету. Справа сверху появилось, что это укрытие, но оно какое-то раздолбанное. Нафиг оно нам надо? Пойдемте отсюда. Не вижу смысла тут еще оставаться. Так, тихо. Оно напало на меня! Ты че, охуела? Вы видели? Оно напало на меня. Так, ну, мясо появилось, хорошо. Так, окей. Кабаны опасны. Запомнили. Ну, как опасны? Они пизды быстро получают. Ну, лучше, я думаю, с ними пока что не сражаться. Какое-то большое дерево тут. И опять полянка. И опять какое-то здание. И туда куда-то в бесконечность уходит. Не есть гуд. Мы рядом со спавном, кстати. Мы вообще далеко по итогу не ушли. Давайте уберем дубинку, мы так быстрее бежать будем. Так, здесь, я так полагаю, тоже ничего не будет. К сожалению. Опа. Ошибся. Стрелы. О, давайте возьмем. Факел. Давайте тоже возьмем. Почему нет? А нельзя вот этот вот сундук забрать? Можно. Муж три удалить. А. А. Я думал. Так, мы же два меню строительства. Да, тут можно костер. Куча всего. Там сушилка для мяса даже есть. Блин, это интересно. Опять там какое-то здание прогружается. Уже, кстати, не маленькое вроде. Ну, пойдемте глянем. Ладно, будем пока бежать прямо. Рано или поздно мы куда-нибудь придем. Пока потихонечку будем собирать ресурсы для нашей будущей базы. О, смотрите, уже выглядит так-то неплохо. Так, там как-то осиное гнездо. Стоп. Или пчелиная. Там сундук. А мне ебал, мне разобьют эти пчелы. Можем как-то пригнуться. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Чего у нас тут? Янтарь и золото какое-то. Монеты. Окей. Все, уходим отсюда. Да, на С можно или бегать, или ходить. Обычно на капслок делают, но тут почему-то на С. Но, в принципе, ладно. Так, тут куча камней, которые, судя по всему, можно будет добыть. Они как-то странно, как-то сделано, как будто это какой-то круган, или что это? Нет, просто камушки. Ладно. Так, вон там еще когда полянка. Может, сейчас хотя бы увидим, что там у нас. А мы, кстати, круг сделали. Ну, блин. Ладно, окей, допустим. Мир генерируется рандомно. Так что я никак не могу знать, где у нас будет речушка или что-то похожее. Но, как по мне, так сразу, если и строится, то нужно сразу это делать, скажите, у какого-нибудь берега. Сто процентов. Потому что нету смысла делать где-то базу, а потом оттуда уходить. Ну, так, типа, не очень будет. Опять сундучок. В том-то, в первом здании сундуков не было. Оттуда прям навались их кучами. Забираем. Блин. Нельзя просто сразу все перетаскивать. Можно? Спасибо. Так бы сразу. Давайте эти фахелы тоже сюда перетащим. Что? Окей. А это мы с вами заберем. Древесины, кстати, три штуки дает. Так что довольно-таки неплохо. Там какая-то постройка, и там же босс. До которого мы пока что не пойдем. Потому что, ну, мы же не мазохисты с вами. Еще одна постройка, да, господи? Ну, ладно. В принципе, потихонечку лутаемся. И это главное. Опять осиное гнездо. Да. Но постройки тут одинаковые, к сожалению. И тут нету сундука. Ага. Понял. Понял, принял. Допустим. Так. Вот здесь у нас босс. А это что? Я аж сюда не ходил. А, мы сюда летели на птице. Понял. Ладно, пойдемте. Вот в эту вот сторону тогда. Может. Ну, вот мы немножко спускаемся, кстати. А это хорошо. Почему? Ну, потому что чем ниже, ну, уровень моря. Там все ближе и ближе. Возможно, здесь где-то что-нибудь у нас такое и будет. Так. Какие-то палатки. Опять пчелиная соска. Что-то. Что-то? Что? Гнезда. Но там ничего нету. Пойдемте. Да, мы спускаемся ниже. Скорее всего, мы сейчас выйдем к берегу. Какую мы... Какую мы... Да, 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 да. Да. Я только проснулся. Не серчайте, как бы. Какому-нибудь берегу сейчас мы с вами выйдем. Скорее всего. Надеюсь, по крайней мере. Потому что... Ну, долго я бегать особо не хочу. Надо уже заняться строительством. Развитием, так сказать. Лишним не было бы. Так. И кажись, да, слушайте. Да, мы вышли. Я был прав. Это замечательно. Там есть какой-то островок. На котором можно было бы пожить. Но он слишком далеко. Да и мостик, наверное, строить придется. Не, ну вот вроде и графика какая-то пиксельная. Да, смотрите. Такая непонятная. Но выглядит вот просто красиво на самом деле. Вот это шик, мне кажется, этой игры. Это... Так, это я, пожалуй, это... Идите нахуй. Мне кажется, это такая вишенка у этой игры. Сделана очень даже красиво. Хоть и кажется, что графика какая-то не очень. Кремень. У берега кремень растет. Замечательно. Будем знать. Немножко добыть лишним не будет. Давайте еще вот. Он прям спавнится на глазах. Или прогружается в сторону так. Так, на берег-то мы вышли. Это замечательно. Но нужно найти теперь подходящее местечко на берегу, где мы будем в будущем жить. Так, это что за хуйня стоит? Я дубину, пожалуй, возьму. Но они вроде сушить и не нападают на меня. Тогда ладно. Тогда, в принципе, жить будем. Это не может не радовать. Так, вот местечко какое-то интересное. Тут такой заплыв небольшой. На бухту смахивает. Можно было бы жить здесь. И вот этот кулачок земли все портит. Замечательно. Хотя нет. На самом деле местечко неплохое. Можно было бы даже здесь, правда, на самом деле жить. Такого вот с той стороны, скорее всего. Можно съесть еще кусочек. Давайте покушаем. Раз нам говорят, что съедите. Я съем. Раз мне говорят, то я буду есть. Как бы все логично. Бжух. Навык улучшен бег. Уже шестой. Ничего себе. Мы столько с нами бегали. Так, что у нас тут с вами? Ну, как-то мне уже не нравится. Здесь котово озеро еще до кучи. Какая-то построечка. И речушка течет, да? Окей. Давайте еще немножко пройдемся. Если ничего лучше не найдем, то просто вернемся сюда. На самом деле место неплохое. Просто... Что-то у меня... Опа. Что-то нашел. Так. Может, с этим петушком попиздимся? В принципе, я съел. Павчика. А, так он изи. Господи. Смола. С него выпадает смола. Это странно, но ладно. Рунный камень. Это земля твердая и дико. Но нам, павшим сюда, еще труднее. Странник, найди утешение в дарах перед тобой. В добром древе и камне, в лесных плодах и цветах. Так. Взгляни также на кабанов, которые проводят по этим землям. Они боятся огня и человека, но их можно приручить. Тихо подойди и подкорми их. Они любят есть коренья. Здесь можно приручать кабанов. Это игра божественна. О, птицы. Впервые вижу птицу. Это орел, кстати. Вор. Бор. Так. Окей, здесь такой заливчик небольшой. Но отсюда лодка навряд ли выплывет. Хотя, кстати, может и выплывет. Нет, это лужа какая. Да, она не выплывет. Так, уже вечереет. И это плохо. Окей, сейчас здесь за угол зайдем и сразу пойму. Будем куда-то дальше идти. Или... О! Смотрите, какое место. Здесь такой зап... Ой, да, мы тут живем. Все. Мы живем тут. Не зря я сюда шел. Смотрите, здесь можно будет организовать какую-нибудь такую бухту. Есть вокруг базу. Вокруг бухты, да? Начнем, наверное, вон с того участка. Погнали. Так, там никакая хуйня не плавает. Давайте попробуем. Можем плавать? Можем. Замечательно. Вроде никто не нападает. Навык плавания улучшен. Да, здесь целая куча навыков. Я и все больше и больше в этом убеждаюсь. Место мы идеальное нашли, в принципе. Думаю, здесь можно будет спокойно жить. Спокойно при спокойном. Да. Место на самом деле и правда замечательное. Там олень появился. Здесь, кстати, еще дерево. Видите, падает вниз. Как-то странное. Что это вообще такое? Это вроде похоже на какие-то корни какого-то дерева, но самого дерева нет. И ты такой думаешь, что это? Так, ладно. Давайте займемся, не знаю, каким-нибудь небольшим строительством. Как строительство? Сначала мы вот это все выробим. Капец. Быстро, быстро. Ничего не скажешь. Так, все подбираем. Камень ему почему-то добыть не можем. Плохо. Возможно, кирка нужна. Так, давайте добудем еще вот это бревно. Все, замечательно. И вот здесь вот. Еще палочку. И вот этот вот последний кустик сломаем. Шикарно. Смотрим. Что нам нужно? Нужен костер для начала. Что это? Желтое. А, это, видимо, дым куда идет или чего? Окей. Это, скорее всего, куда дым идет. Давайте его прямо здесь сверху забабахаем. Его обеспечивать, видимо, не надо. А, нет, надо. Топливо. Давайте на всю ночь бахнем тогда. По максимуму закинем. Сколько у нас с вами дерево? Древесина у нас 14. Нужно сделать верстак. Что это там? А, это олень. Что-то заорало, я испугался. Думаю, можно громче сделать звуки. А, почему я их сделал такими тихими? Я, наоборот, делаю всегда, ну да ладно. Так, ну что ж. Давайте смотреть, что у нас есть время сло. Верстак. Стойка для готовки. Давайте сделаем верстачок, наверное. Куда его поставить и как его поворачивать? А, колесико мышки. Кстати, удобно. Очень даже удобно. Я бы здесь вот сделал. Напротив вот этого огромного камня. Его, думаю, не стоит вообще вырубать. Замечательно. Блядь, я испугался. Что скажешь? Вы поставили верстак. На верстаке вы можете создавать сложные предметы, а также открыть больше зданий, которые можно поставить с помощью молота. Да, там, смотрите, целая куча всего просто появилась. Оно не кончается. 45 градусов крыши, прикладина. Что там? Чего только нет. Так, использовать. Ремесленная стройка должна быть под крышей. А, что, серьезно? Зачем? Окей. Не понял. Так, еще что-то хочешь сказать. Следите за погодой. Если ночью температура упадет, или вы промокнете, и вы станете... Вам станет холодно. Выносливость будет восстанавливаться медленнее. В таких случаях лучше всего найти укрытие у открытого огня. Оно так у меня есть. Вон, ты что, слепой, что ли? Светы какой красивый. У меня тут огонек. Давайте, может, миска пожарим. Как там? Сырое мясо и огонь невозможно использовать вместе. В смысле невозможно? А, да? Не, ну ладно. Так, ну тут еще есть тема для строительства. Точнее, для готовки. Вот. Это что? Колодка для рубки. В каком плане? Зачем она нужна? Но я вроде не могу ее сделать. Да, там кремень нужен и древесина. Так, строительство. Давайте сделаем какую-нибудь минную и хатку. Хотя бы. Для начала. Это что? Деревянный пол, деревянный пол. Деревянный столб. Деревянная стремянка. Где бы мы с вами хатку сделали? Первоначальную. Можно, на самом деле, прямо вот тут вот. Вот так вот. Так. Ну, сейчас глянем, как это все работает у нас. Да? А. А, не, по-моему, можно. Как-то криво. Не кажется вам? Эть. Подключить соединение. Во. О, идеально. Слушайте. Не, строительство пока выглядит нормально. В плане, оно прикрепляется удобно очень. Смотрите как. Невыполненные устрологии. А, древесины нету. Ну, давайте здесь как раз местность расчистим. Это такая будет у нас первая кибитка. Первоначальная такая, буквально. Она у нас будет ненадолго, скорее всего. Ну, хотя нет, я, может, потом в будущем забью. И буду с боссами сражаться, всякую штуку исследовать. Так что, возможно, она у нас надолго. Но это не факт. Так. Надо побольше тогда древесины нам с вами добыть, раз на то дело пошло. Давайте здесь все вырубим. Надо еще лук сделать. Потому что, потому что мы нашли стрелы. И лук лишним бы... Ой, как не было, на самом-то деле. Что там? Смола выпадает. Это какой-то березы или что? Какая смола. Так. Надо, на самом деле, очень много дерева. Но я хочу только ветки ломать, потому что... Пошел нахуй. Я тебя топором заебашу. Вообще, похуй. Это все замечательно. Янтарь мне давай сюда. Спасибо. Замечательно. Интересно. А у нас будет с вами, допустим, освещение, да? Какими-то там факелы стоять на стойках. Их надо будет постоянно обеспечивать огнем. Надеюсь, нет. Потому что, если да, ну, вы сами понимаете, это не изгод. Это неудобно. Надеюсь... Настолько они прям в реалистичность не ушли. Ладно, еще понимаю костерчик там, но... Надеюсь, вот эта тема не будет у нас. Ты чё? Ты чё? У меня почти капец со спины напал ужас. Кто так делает? Ты, блин, Ирод. Давайте поедим. Капец, он меня чуть не это не загандошил. Он, кстати, мне одной тычкой половину хп снес. Вообще, как ужас какой-то. Так. Окей, мы древесины вроде более чем достаточно добывали. Что? Они на глазах у меня выросли, да? Ладно, понял. Ну, давайте тут тогда еще добудем. Бэх, дабл килл. Так. И две последние веточки осталось. Да, три. Извиняюсь. Вам холодно. Сейчас к костру пойдем, подожди. Сейчас пойдем с тобой к костру. Всё. Холод в воде пропал, хотя я его и не видел. Так, погнали. Что нам нужно? Так, 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 так. Ты можешь как-то правильно... А, вот так надо просто сделать, да. Бах. 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 Бабах. 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 Так, как думаете, вот этого нам более чем хватит? Мне кажется, да. Должно хватить. И делаем вот такие вот подпорочки. Подпорочки нам не помещают. Эй, только не скажи. Что это за звук? Послушалось, надеюсь? Ты же не хочешь мне сказать, что... О. Ладно, давай такую маленькую подпорочку так добахну. Оно как-то смотрится не очень, да? Да. А почему у них модельки разные? Мне это немножко еще выбесит. Ладно. Вроде с полом он соприкасается. Хотя это не факт. Давайте вот так сделаем. Это странно, но ладно. Главное, что работает. А, остальное не важно. А, да. Как бы да. Так. Так. Ага. Типа не выдерживаешь, да? А как не определить, на какой высоте? Черт его знает. Фу, слишком маленький. Давайте сюда. Что это, блядь? Погодите. Это мы его сносим. Да, смотрите. Можно все-таки сделать подпорку. Но нужно ее делать грамотно. Сука, я не успел. Есть шансы. Так что сейчас должно получиться. Опа. Все. Подпорочка готова. Теперь ничего у нас не упадет. И видите, светится зелененьким. Здесь я понял, как работает. Оно светится зелененьким, потом оранжевым, а потом красным. То есть, просто ввысь какую-нибудь тему просто так нельзя будет сделать. Это, я думаю, уже все должны были понять только что. Готово. Окей. Осталось еще вот здесь сделать. И будет готово точно уже. Во. Замечательно. Теперь, видите, все светится с зелененьким. А это значит, а это значит, что я все сделал правильно. И это не может не радовать. Вот так вот давайте. Ну, давайте вот здесь тоже сделаем. Так, чисто, чтобы для красоты было, можно сказать. Вот эту надо. А я не там, да, сделал? Ну, конечно, красоты, блядь. Хуевая красота выходит. Надо было в центре вот здесь вот бахнуть. Чтобы это как-то красивее смотрелось. Вот. Все. Замечательно. Смотрите. Такие подпорочки. Под ними можно будет каким-нибудь складик небольшой сделать, например. Как вариант. Почему бы и нет. Мне нравится. А здесь у нас с вами будет хатка наша. Если ее таковой можно назвать. Только-только для начала мы сделаем с вами как. Я хочу видеть, как у нас с вами выглядит проход дверной. Ага. Понял. Делаем. Это сносим. На самом деле мне пока что нравится. Строительство здесь сделано очень удобно. Я люблю строить вообще все. Я обожаю строить все, что вижу на своих глазах. Так что. А теперь эта лестница не доста... А, нет, достаточно должна быть. А я смогу две забаба? Во. Ну, блядь. Ну, я же гений. Ну, вы что хотели? Ну, естественно. Как бы. Здесь у нас будет дверка. Которую я не могу открыть. Потому что, видимо, держу в руке. Вот так вот. Ну, здесь у нас с вами будет домик. Блин. Мне нравится строительство. Не очень сильно оно нравится. Кстати, смотрите. Сверху предметы потихонечку ломаются у нас. Это... Это плохо. На самом деле. Так. Деревянная стенка. Деревянная стенка половинка. Половинка? Половинка? А как правильнее будет? Вот так, наверное, да? Так вот. Сюда. Здесь жаль, окон нету. Ну, по крайней мере, я пока что их не видел. И у нас кончилась древесина. Может, окна появятся чуть дальше. Не знаю. Чуть позже. Какой? Там уже, кстати, вижу, можно скрафтить лодочку. Ну, как-то слишком низкая тут стена. Она будет еще ее выше делать. Наверное, там, наверное, мы половинку с вами еще сделаем. Чтобы было все шикарно. Так, что по поводу крафта? Обычного. Мы ничего не можем крафтить, потому что нам нужна крыша. Над головой. Судя по всему. Да? Ну-ка. И местность лока должна быть под крышей. Это мы тогда сносим. И вот сюда куда-нибудь ее бахнем. Почему бы и нет? Сделаем ее вот сюда. А, что? Это типа не крыша, хочешь сказать? Именно нужна... Я понял. Он пол за крышу не считает. Ну, в принципе, это логично. Я бы тоже пол за крышу не считал. Ему нужна вот эта вот крыша, да? Вот эта вот. Окей. Понял. Принял. Допустим. Окей. Да, ладно. Без проблем. В принципе, не такие уж это и проблемки большие у нас. Давайте попробуем снести большое дерево. Может, там побольше на гривесе не дадут. Потому что, ну... Что-то светок очень мало падает. Там больше какой-то смолы выпадает. Оу. Ух, ебать! Ай, блядь! Что? Какого черта? Оно меня чуть не убило, блин. Это была самая глупая бы смерть в этой жизни, на самом деле. Я и такой смотрю, как красиво оно падает. И тут она мне чуть голову не сносит к херам собачьим. Мне стало страшно. Ну, окей. Буду знать хотя бы, что лучше не стоять под этой штукой. О, да. Целая куча древесины. Это шикарно. Это шик. Так, аккуратно. Можешь не кататься? Мне страшно. Че? Так, это, конечно, замечательно. Но у меня сломался топорик. Давайте сделаем еще один. Каменный топор. Так. А с этим что делать, кстати? А с этим вообще можно что-нибудь сделать? Выкинуть, наверное? Я не знаю, как его чинить, так что, да. Замечательно. Древесины еще добыли. Сколько? Мало, на самом деле. Но более чем достаточно, если подумать. Так что, да. Что мы с вами делаем? Берем опять свой большой толстый молот в руки. Ворота. Все не то. Частокол, кстати. Деревянная стена. Чего это? А, это типа угольник. Понял. Так. Да, вот так вот. Куда мы сделаем с вами окошечко? Я бы вот здесь окошко забабахал. Так вот давайте. И вот так вот. И вот так вот. Замечательно. Я слышу волка. Там какой-то хуйняк нам плывет. Ты че, сука? Хочешь побегать сюда? И отещать так отпиздущую, блядь. Извиняюсь. Да, да, да. Слишком много мата. Вся ерунда. Так, пойдемте. У меня есть план, как с верстаком разобраться. Я не просто так его там поставил. Он же не считает это за крышей. А если я сделаю настоящую крышу поверх, то он будет считать это крышей. Санкебаузас, мэн. Ну, то есть вы должны понимать, о чем я. Ну, если нет, то не судьба, видимо. Так, как мы с вами делаем? У нас осталось 9 кусочков древесины. Здесь все хочу сделать окно. Ну, пока что здесь будет чисто окно в Европу. Ну, то есть, сами понимаете, здесь окна не будет. Просто будет дырка. Смотрим. Древянная стенка. Ее мы вот так вот собачим. Присобачим. Во. Пойдет. Мне нравится. Теперь полустенки. Ой, они чуть ниже, чем я думал. Блин. Блин. Плохо. Придется сносить. Придется сносить и смотреть. Вот эта нужна, да? Сто процентов она, скорее всего, нужна. Да. Ну, ладно. В принципе-то. Суть важна. Я сейчас такой домик отбабахаю. Я уже такой домик красивый отбабахал, что вы должны быть счастливы просто. От моего строительства. Я обожаю, когда я строю всякую штуку. У меня обычная красота получается. Честное слово. На самом деле нет, но... Не важно, не важно. Главное верить в то, что что-то получится. Я однажды у тебя определенно что-то получится. Великий залива 2010 год до н.э. Так. Нет, конечно, все хорошо, но очень много ресурсов. Это самое печальное, на самом деле. На меня опять хочет напасть в какой-то чулак чичи. Кстати, надо следить за тем, сколько хп у моей дубины, потому что я более чем уверен, что однажды я буду с кем-то драться, и у меня она просто в руках сломается, и я как сучка заору и побегу. Да. Так. Сколько нам нужно примерно? Вот раз добыть, и все. Сразу домик построить. Потому что она... Вот эта вот тема вся долгая такая. Ой, ужас какой прям. А это можно? Можно. Нам будет обязательно потом разметить территорию чистоколом. Без этого никуда. Пень взлетел. Вы это видели? Пень взлетел просто. Не исчез, не рассыпался на кусочки, а просто взлетел. Ну, правильно. Как бы, что еще по ней делать? Жалко, нельзя осматриваться, когда что-то добываешь. На всякий случай, давайте ягодок покушаем. В принципе, у нас их очень много, мы можем постоянно просто их есть. Да и они растут повсюду, на самом-то деле. Так, еще одно дерево бы снести. Не, вот это я вот не хочу сносить. Пусть стоит. Сколько у нас с вами? 42. Давайте еще вот эти вот веточки все срубим, и этого должно хватить. Я уже в этом более чем уверен. Надеюсь, точнее. Я очень на это надеюсь. Это тоже подбираем. Дерево на дороге не валяется. Хотя, мы только что подобрали, оно валялось на дороге, но как бы, неважно, неважно. Замечательно, мы сейчас очень много добыли. Хорошо, тут еще нету как такового веса максимального. Было бы вообще плохо, на самом деле, мне кажется. Так, все, пойдемте. Этого мне должно хватить, мне кажется. И я надеюсь, по крайней мере, на это. Пока что домик выглядит... Ну, он выглядит... Как-то... Ну, пойдет, в принципе. Нам-то еще жаловаться. У нас домик зато появился. И он довольно-таки красивенький, отчасти. Возможно. Не факт, конечно. Возможно, это мне одному кажется, что он красивый. Напишите в комментах обязательно. Красивый у меня хата или нет. Потому что, ну, если нет, то... Ну, я плакать буду, что я могу сказать. Так, ну, как бы, да. Так, давайте смотреть. Вот эта крыша. Эм, а почему она так странная? А, потому что тут полублок еще нужно поставить будет. Я прав? Я прав. Хуяк. Хуяк. Мне только вот эта вот чель не нравится. Ой, она мне как не нравится. Прям ужас. Я думаю, мы с этим сейчас будем разбираться. Тыдык. Тыдык. Можно его чуть-чуть левее, как вариант, поставить. Как вариант. Так. Блин, а снаружи делать, что ли? Вот так вот. А, не. Мне просто придется оставить эту ебаную щель. Блин. Обидно. Ну, в принципе, ладно. Она не так уж и заметна. Если особо не вглядываться. В принципе, пойдет. Что у нас дальше? Дальше у нас идет крыша. Крыша у нас идет вот такая, скорее всего. Потому что я не знаю, какую крышу мне еще сделать. Если подумать. Можно вот что-нибудь вот такое, на самом деле, попытаться сделать. Так. Вот так вот. Дальше идет вот такая вот тема. Ну и вот такая. Вот так, слушайте, нормально. Более чем не нравится. Ой, как это она слишком. Есть угол поменьше? Спасибо. Все. Крыша готова. Наша вновика. Осталось только, не знаю. Как вариант, мы можем тогда сделать вот так вот. Вот и все. И сверху так же. Вот тебе и окно. Слушайте. А домик-то довольно-таки неплохой. Я думал, какую-то херню построю, а домик вышел довольно-таки такой красивенький. Главное, вот это. Будет работать? Я гений. Я ебаный гений. Господи, как же это легко. Не, ну вы поняли, что я сделал? Мотыга появилась. Лук. Вот это самое главное. Кожа. Нужно будет сейчас еще... Надо бывает всякой фигни. Ну как, сейчас. Друзья. Это мы уже будем делать в следующей серии. Сегодня мы с вами построили домик. Да, домик довольно-таки неплохой. Он мне даже очень нравится. Он выглядит красивенько. Довольно-таки стоит такой на берегу. Такой красивенький на берегу. Такой, ну смотрите сами. Мне очень нравится, как он выглядит на самом-то деле. Не знаю. Посмотрю, что мы еще можем с ним сделать. Ну думаю, я его так пока что и оставлю. В будущем мы здесь его, естественно, будем обустраивать, украшивать. Без этого никак. Как бы, да. База у нас будет большая. Я более чем в этом уверен. Потому что игра мне понравилась и я буду ее 100% проходить. Не знаю, как вам, но я уже более чем в этом уверен. Потому что, ну, друзья, вы сами видите. Эта игра, она божественна. Не знаю. В плане строительства она шикарна. Я играл много игр, где можно было строиться. Но это... Это превзошло все игры. Типа, серьезно. Здесь все сделано с умом. Удобно. И, в принципе, в принципе, мне это очень нравится. Потому что я очень люблю строительство. Выживание тоже обожаю. А это выживание с идеальным строительством. И еще боссами. И огромная открытая карта. И, ой, ой, ну... Перечислять надоест. Ладно, друзья. На этом я буду заканчивать серию. Увидимся с вами завтра. Завтра я выпущу серию по еще одной игре. Но, скорее всего, проходить мы эту игру будем 100%. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, если не хотите пропускать ролики. Ставьте колокольчики. Точнее, прожимайте эти ебаные колокольчики. Потому что, ну, YouTube, YouTube, он никогда не оповещает о видосах. А мне интересно. Мне иногда люди пишут, мол... Вот, я поставил колокольчик, вышло видео, а как бы оно не отображается. И я такой, типа, ну какого черта спрашивается? Так что обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик. С вами был Костя Залео. Увидимся в следующей серии. Всем пока.